Так, ну что, настала нам пора уже подвести какой-то еще один промежуточный итог моей эксплуатации вот этого прекраснейшего велосипеда. И пробег сейчас у меня что-то в районе 6200, я хотел сделать на 5000, но вот как-то я так еще 1000 тут с небольшим быстренько накатал. И я напомню, что предыдущий обзор был у нас на 2500, по-моему, что-то такое. Значит, давайте сначала общие мои впечатления спустя уже не 2500, а 6, хотя на самом деле там было 3, а тут где-то 6500 ближе к 7. Но будем ориентироваться по циклу компьютера вот этому. Значит, велик по-прежнему меня радует. Он по-прежнему отлично переносит все... Даже не знаю, как это назвать, все тяготы и лишения армейской жизни. Катаю я на нем, ну, на мой вес это жестко очень. То есть я катаю и гревел, я катаю разбитый асфальт, я катаю брусчатку. причем я это делаю очень агрессивно то есть можете глянуть мои видео с по катушек я езжу по туре то есть это разбит убитый асфальт бетон с острыми краями с местами где нужно будет может быть в воздухе чуть-чуть пролететь там ну может быть там метр может быть два и пока что с великом визуально и я так его осматриваю с ним все в порядке то есть достаточно жесткую и я бы сказал нещадную эксплуатацию причем наверное я на нем езжу может быть даже где-то более агрессивно чем на своем hardtail cross country нам то есть прямо жестко именно жестко езжу да понятно что я когда влетаю в ямы я немножечко при 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 отпускаю руль когда я про и когда я прыгаю с бордюров на небольшой скорости я переношу центр масс свой но когда я вваливаю по турии допустим там 25 км там 23 это вот такое ту-ду-ду это камни это булыга причем это камни которые просто вот так чат очень сильно это убитый асфальт с острыми краями как я уже сказал и в целом пока что с ним все в порядке велик также то есть я кайфую от него на медленной скорости я кайфую от него на быстрой на нем приятно ехать в седле на нем приятно ехать стоя то есть нету какого-то ощущения ватного велосипеда понятно что и колеса здесь и рамы они не такие жесткие как на топ байках но на горку на нем вкручивать приятно вот в прямом смысле и стоя стоя на нем приятно приятно крутить это очень важно на самом деле значит что в велосипеде было поменено на двух тысячах был заменен на было заменено на двух с половиной по моему было заменено седло на брукс до этого там стояла неважно что и еще до этого был забыл заказан специально самый дешевый штырь с алиэкспресс 1850 ссылочку я оставлю но я уже рекомендую брать там есть по 26 27 28 по акции так он стоит 40 42 а по акции можно найти за 28 я сделаю отдельно обзор на вот это вот все и расскажу все нюансы пока что вот седло брукс это к это cambium c 17 оно мне обошлось в 8 85 и 4 доставка покупал я его на байкин то есть 89 евро и штырь карбоновый 4 сотка 18 вынос по выносу мне мальчик в декатлоне менял его на 8 на 8 десятку но она у меня вот тут вот пришла в неходность я поставил вот эту родную 120 и в целом я вам скажу отлично как только у меня будет желание я наверно закажу союз сотку и я думаю что это будет самое то все а еще у меня разорвалась покрышка 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 разорвалась та которая стояла на заду я ее потом сунул вперед и она на пяти тысячах по моему что что-то такое просто вот здесь вот у нее просто треснули нитки и вылезла камера я ее под зашил поездил еще на ней пару дней потом поехал и декатлоне за 12 евро купил такую же самую покрышку поставил ее и все к ним у меня претензий нету потому что вот за 6000 я их не ни разу не прокалывал то есть вообще причем качаю я держу перед 4 за 4 и 5 и подкачиваю где-то раз в две недели перед у меня становится 3 за где-то 353 и 7 вот я додуваю 4 4 4 и 5 и в целом это на мой вес это давление которое используя используется во всех классиках гранд фондов фландрия рубе бастонь леш бастонь то есть и там и сям и по и по крышке здесь стоят 28 это тоже или для 3 или для тренировки на плохих покрытиях или для я уже сказал для чего значит посмотрите мои видео хоть какое то что чтобы вы поняли насколько жестко насколько агрессивно и самое главное по каким покрытием ездит этот велик все то есть улице понятно что это уже третья цепь все больше остальное остальное все полный сток колодочки потерлись я их сдвинул саму машинку в сторону выкрутил подвел вот то и буду уже их катать до нуля пока там она или не вылетит или в общем я не знаю пока что-то не произойдет скорее всего пока просто не сточатся уже колодки эти потому что вот эту которая с правой стороны и и двигать уже некуда она выпасть просто может то есть к то есть вот колодок примерно вот считайте 6 тысяч там 7 я думаю нормально батарейка этого хватает где-то на 3 я вот уже вторую поменял а перед датчика вот он он я его перенес вот сюда его хватает на 6 то есть вот он у меня к 6 уже стал прямо там мне постоянно батарейка 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 я думаю ну ладно окей батарейки я саяз я заказываю с алиэкспресс потому что здесь одна батарейка на там полтора евро 2 евро там я помню на 2 50 или на 3 евро что-то 10 штук взял и все я ссылочку оставлю тоже вот теперь давайте так что я делал значит во первых я подтягивал педали потому что от них пошел такой цик 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 ну знаю щелк 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 меня это вы вымораживала просто я ездил несколько раз в декатлон они что они что и будут снимать мыть нет он взял там просто подтянул и все оно не ушло поэтому я купил себе набор инс инструмента снял их по и почистил промазал обычным маслом ко мне еще литиевая смазка не доехала закрутил все с педалями вопрос ушел в декатлоне мне еще подтягивали систему вот этот вот вот этот вот вот этот вот пластиковая гайка вот это которая стягивает всю систему в месте потому что она не немножечко под ас под ослабла и в декатлоне мне подтянули задние промы потому что они просто раскрутились то есть их руками можно было раскрутить и все но сейчас у меня уже инструмент есть и для этого и для этого но вот не закрутили все то есть люфтов никаких нету крутится все все от ли все а все отлично рулевой я тоже ее несколько раз она у меня потому что эксплуатация очень жесткая я ее период период периодически смотрю контролирую все ну и смазка как какая-то еще что-то вот в общем то все колеса на удивление в полном порядке то есть может быть какой-то люфт есть но он вообще он не критичный и честно говоря пока что я смысла не не вижу эти к эти к эти колеса куда-то нести чтобы с ними что-то делали хотя по большому счету это надо было сделать еще там после первых там полутора-двух тысяч но в целом вот колеса собраны настолько качественно что у меня претензий к ним нету знаю значит далее по навески то есть вот переключатели кассеты тросики вот это вот несмотря на то что я падал с него и прямо вот приложился видно да петух на удивление я вижу что он чуть-чуть может быть куда-то ушел но равнять его у меня инструмента нету инструмента нету может быть он куда-то ушел может быть а может быть и нет и в целом переклю переключение сейчас меня устраивает вообще полностью то есть все четко нету каких-то залипонов еще чего-то четко клац перри перекинула клац вверх клац вниз все работает очень четко очень меня устраивает скажем так мне она не мешает даже под нагрузкой даже стоя даже в горку работает все четко цепи первая здесь стояла зетка девятая потом я купил к м к м к м к м сишку икс 9 епт с каким-то там хромовым на пыли на пыли на пыли на пыление и вот это вот обычная за десятку или за за десятку по моему а же 53 шимана никакой разницы никакой разницы в переключении еще в чем-то вообще нету вообще нету я кстати сейчас уже нашел еще лучше цепь там ажи 73 за по акции она была по 5 45 сейчас по моему по 6 36 что-то такое то есть ну вообще это обслуживание этого велосипеда но расходники все эти у меня он инструмент мне обошелся до дороже еще что что мне здесь не нравится то что вот открытые рубашки трассов и снизу здесь это все идет вот так вот на самом деле нет я бы уже не сказал бы я взял там раз в три в четыре дня просто туда в дешкой пшикнул щеткой из зубы зубной потёр тряпкой вытер все проблем никаких нету потор по тормозом нормально за эти деньги отлично ни на что их менять я не хочу не буду пока что и не хочу пока что у меня к претензии к ним нету что-то я приложился где-то до великом я конечно прикладываюсь ей падал снимать и сам он у меня падал так по поводу ну тут что сказать ну переключатели ну все работает все отлично самое главное что велик по-прежнему дает кайф велик по прежнему на нем приятное ездить приятно приятно он доставляет удовольствие это самое важное он не мешает да было там когда у меня там щелчки от пыли блин потому что я езжу в таких местах то есть там реально пыль вот это вот вся литит вот отсюда пощелкивала с педалями понятно почистил помыл и под все дел ну вот с карбоновым все эти щелчки ушли все полностью то есть я забыл сейчас велик ну очень редко там где-то какой-то щелчок может быть но крайне редко и вообще в основном все все звуки которые он и издает это бьющийся цепь просто вот она вот так вот бьется а вот этот вот вот он этот звук вот но здесь я на перо одел отдел не а при не апринку хотя перо было проклеено она и так и осталось просто ну мне приятнее когда вот с не априн очкой и вот вот этот вот звук вот этот вот звук хотя здесь частично из пластика одна часть а здесь все-таки металл вот об него бьется по кассете никаких проскальзываний прострелов чего-то еще нету и то есть она вот уже откатала будем считать ее полный там 7000 до ничего это вот 3 3 3 3 цепь то есть как будет по показываю по по показометру 7 я ее сниму и поставлю снова первую цепи уже и уже буду катать их по тысяче до тех пор пока вот она или пока цепь не растянется или пока прострелы не начнутся в общем буду упора значит рекомендую ли я этот велик к покупке спустя вот спустя все что мы с ним пережили я считаю что этот велик он не зря до сих пор он и у байка радара и у сайклин ньюс и еще там в каких-то списках он или его старший брат rc пятьсот двадцатый они стабильно входят в топ дешевых рот байков именно вот эндюранс коммука мутер и спортив это оптимальная машина оптимальная машина которая позволяет вам как как я уже сказал решать широчайший круг садач от комутинга по городу от каких-то поездок куда-то по делам еще что-то потому что велик он смотрится афинги офигенский он не на ляписту он не какой-то спортивный он без претензий то есть он смотрится круто и вы на нем можете спокойно участвовать в таких же покатухах как это делают все шоссеры как это делаю я прямо вот как он есть или если вы на нем хотите в какую-то гонку прямо зарубиться ну вам достаточно просто будет поменять шины там на двадцать пятый или на двадцать третье и возможно под шоссе просто перекинуть там кассету там не тридцать вторую поставить там 228 или или 25 ну и с педалями там что есть сидушку затулить что-то более жесткая более легкая вот как вот у меня с алиэкспресса я заказал себе карбон под памперс все и этот велик он превращается в начальный гоночный агрегат который поедет на причем поедет он очень неплохо плюс и как байк пакинг отличный велик болью большая рама все прекрасно плюс как в трин плюс как для для тринь для тренировок в плохом климате или в плохую погоду крепления для кры для крыльев перед зад крепления для багажника причем и для крыльев и для багажника отдельные вот он он раз вот он он два поэтому на мой взгляд это действительно особенно за эти деньги это супер машина конечно конечно за вася за восемьсот пятьдесят евро все будет то же самое но более легкие кайлю более легкие колеса форные не на господи джойнт не на зак не на заклепках то есть нету вот этого шва вот вот этого шва нету и более легкие и сто пятое шимана по кругу и сто пятое мне не гидравлика обычная механика и тормоза там тектра полу гидравлика полу 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 механика в целом в целом наверно оно будет еще интересней наверно хотя ну вот не знаю 200 евро стоит не стоит это уже каждый решает для себя сам я такого выбора был к счастью лишён потому что ростовки моей не было был только только вот этот вот и он был один и я сразу же его купил и с тех пор я больше в excel и не того ни того не видел все друзья ну что вот такой вот у меня обзор спустя 6000 км если какие-то вопросы есть по велику что-то надо уточнить что-то рассказать еще что-то пишите я всегда как бы с удовольствием с удовольствием поделюсь смотрите по катушке подписывайтесь на тик ток сейчас я осваиваю новый формат более быстрый более понятны более приятный чтобы не смотреть длинные видео а быстро я вам показываю самое интересное с покатушек все друзья под подписка лайка мы с вами вот с такого парка прямо возле ну как прямо тут километра два может быть от дома вещаем из валенсии апельсиновой пиццы ну все всем пока подписка лайк